кормирующая обрезка вот это самое наибольший урожай это значит уже не на всех писал потому что наибольший урожай это значит что он не понимает вообще ничего устойчивых заболеваний стоит только подойти и тронуть кровь вот тебе и болезнь все наоборот первая закладывается 4-х или так вы понимаете что это обрезка касается хоть персика хоть яблони хоть абрикос любая не имея понятия что они все разных и почему любой скелет 4 скелетных веток я специально подходил через шитовых восемь ко второй через не подошел тоже 8 вот так совпало 3 подошел опять 8 но это хоть 4 оставлять спасибо отец родной спасибо и низко кланясь это та самая считается главная через него трассе на 3 требует оставить на том ярусе второй ярус 68 а почему не 50 а если он уже знал же сам закладывается это не вы закладывайте вы не сможете или чем бред кышит вот нужно удалять побеги растущие центром дерева понятия не имею что роль этих побегов которые центру завтра закрыть все прорехи когда с неба это самое чтобы не было и солнечных лучей вот понимаете потом специально чтобы солнечные лучи не проходили чтобы дожди на сквозь не лили там по деревом это называется как бы ферма на деревом ферма дерево своей кроны обеспечивает максимально комфортно существовать тоже по дереву вот для чего нужны побеги растущих центром дерева ну-ка откуда им это знать вот я понимаю если их школе не научить удаляется волчковые побеги появляется сколько мы говорили по толчковой побеги это надо рачать волчковый побег из почки он тут же заплодоносит ах он не плодоносит значит он из клетки вырос дайте ему два-три года будет такой же полноценный он вынужден давать потому что надо прорехи закрыть вот всегда волчковые побеги это будущее крона всегда будущее ветки крона для того чтобы дерево было комфортно волчковым побегом нужно относиться с таким пиететом с таким уважением а как теперь переучить когда вся страна десятки миллионов датчиков знает вот и главное отрежь то и конечно опять появится если дерево не погибнет вот еще страшнее начиная с летнего периода выдавляя ветки причем тут растут внутренние волчки когда только начиная летом удалять тут же начинает просыпаться следующее которое не полностью остаток начнет давать побеги ну раз летом написано когда же они вызвали теперь раз летом появилось это или тут же появляется там где это не появились бы если бы не трогали ну так лето короткое помните ой лето короткое давайте вот так вот потому что они все равно это не успевать выжить выжить и выжить уже уничтожили уничтожили эти это все сквозь и рядом и это пожалуйста каждый год 8-12 лет как их отучить еще не все выборочно удалять ветки свисающие вниз корневую порцию тут про корневую порцию я говорил его опасно удалять очень опасно через раны на корневую порцию мороз попадает туда же в организм корневая порция это часть дерева это то же самое калечие как могут не угодить ветки свисающие вниз я могу представить 100-200 фотографий с таким диким урожаем когда ветки вот так а зачем вот я всегда думаю так и сегодня фильм снимал ну вот стою возле дерева да вот я эту ветку если отрежу уже больше никогда она давать урожай не будет а не тезу бодолапы так чем смысл то причем речь идет и о тех которые растут вверх и которые растут в бок и которые растут вниз они все плодоносят а вот это один чуть не сказал дурак но он был 19 веке скорее всего это настолько безумное повторение обрезки можно вести в зимний период вот зимой откройте все двери окна разбейте шифер с крыши снимите а потом идите а лезать ведь у меня жарко разобрал крышу вот разбил все окна дверь с петель снял и пошел на это обрезку делал зимы как это можно зовут а потом вспомнил про грибы после всего этого научив уничтожать ну не сразу за несколько лет дерево вспомнился грибы могут появиться ладно идем дальше это один из моих видеосторонников это было им написано в комментариях когда вы из прошлогоднего времена это он пишет и я приятно дураков невежество идиотов не перевоспитать это генетика не надо тратить жизненное время что-то доказывать оправдаться то не в них дело если вы и правда вы где переспитаете но представьте себе я беру крайний случай ученый доктор пусть или там просто практик ну хирург он спас 100 200 500 сельских жизней он ювелир он скальпелем там этим совершает чудеса это же не шутки это самое там выпутавший человека и зашить вот и он здесь это но он умница меня спасли от смерти прямом смысле спасли когда жорстый пузырь вырезали спасибо ему огромное но он придет в сад он умница то этот как его еще называют талант он может быть ну в общем цель исключительной одаренности как хирург руки все золотые все бои ему руки можно целуют если тот кто-то у меня спас я бы тоже я бы не он лишь по жизни я себя знал кто я не знаю кто я бы я человек который это самое считаю сильно гордый чтобы где-то кому перед на колени встать я ему руки поцеловал но он придет шанс умный талант денег и возьмет уже похожий инструмент тоже режущий скальпель пилку на эту садовую и начнет калечить дерево вот ради них вот это все друзья ради них и дело не это генетика дело том что они научили все умные умные умней умнейших людей это делать это надо было не плана я еще удивил того господи олег олегович мезином да какие результаты я ему должен ученики он теперь мои персики я когда посмотрел на его сад и все олег я к тебе возьмем ученики какие-то и персики выросли понимаете вот и что получается вот шофер даю больше только вся разница между тем доктором который может 500 жизней спасли шофером только одна что это то хватило у нее времени сил там любознательности присоединиться к нашему кружку а доктор пойдет калечить все и вот ради них вы это я должен доказывать всю жизнь оставшуюся